Всем привет! С вами Тамри Лан, хореограф арабского танца, и сегодня мы с вами проговорим про руки в арабском танце. Поехали! Итак, естественно, прежде чем вы приступите к тем движениям, к тем упражнениям, которые я вам покажу в этом видео, конечно же, вам нужна разминка, вам нужно разогреть ваши плечи, ваши локти, ваши суставчики, вам нужно разогреть. Пожалуйста, помните об этом, потому что это увеличит вашу пластику, вашу гибкость и все в этом духе. Это видео будет полезно вам, если я покажу вам движения, которые вы сможете отработать самостоятельно дома, перед зеркалом, либо перед видеокамерой. Не буду долго разглагольствовать, для начала позиции в руках. Да, позиции в руках важны. Итак, смотрите, у нас есть с вами вторая позиция, первая позиция, третья позиция, да? Вот. И поначалу кажется, что это, если вы только-только начинаете заниматься танцами, поначалу кажется, что это очень похоже на балет. Да, так и есть. Но, к сожалению, то, что уже давно-давно известно, уже давно-давно открыто, оно оказывается эффективным. И вам не нужно изобретать велосипед. И, кроме того, вам будет казаться, что это слишком широко раскрытые руки, это слишком высоко поднятые руки. Вам кажется. На сцене или же на любой площадке, где вы танцуете, где есть зрители, с зрителем будет нормально. Зрители как раз-таки будут воспринимать, как и должно быть. А вот не до конца раскрытые руки, вот с таким вот положением, либо вот с таким вот положением, будет ими оценено, как неотработанные руки. Зритель любит конкретику, зритель любит понимать, что вы делаете. Не делайте полутонов, ну, по крайней мере, в начале, когда вы только-только начали заниматься, да и, в принципе, вообще потом. Не пытайтесь делать движение каким-то клевым-клевым-клевым, но при этом и сами не понимаете, и зритель не понимает, что же вы хотели показать. Вот, показывайте зрителю что-то конкретное. Итак, сами упражнения. Позиции я вам показал. Сами упражнения мы разделим на работу самой рукой и работу кистями. И я сейчас покажу упражнение, которое, в принципе, я уже показывал как-то в своих предыдущих видео. Кисти. Смотрите, вы берете перед собой, ставите кисточки и начинаете делать вот такое плавное движение. Да, возможно, вам покажется банальным, но ничего лучше, я не знаю, что можно придумать, чтобы отработать пластику в руках. А боком это выглядит вот так. И второе упражнение точно так же, но вы ныряете. Делаете вот такое упражнение. Вот такие вот движения, ныряя. Помните о том, что ваше запястье на месте остается, и вы двигаете только кисточкой, только кистью вашей руки. Вот. Кроме того, мы делаем с вами провороты в кистевом суставе. Суставе. В одну сторону. И в другую сторону. Угу. Вот. И это на самом деле все. Вот эти четыре упражнения на вашей кисти, это более чем с лихвой. И дело тут вот в чем. Дело в том, что когда вы изо дня в день повторяете одно и то же движение, постепенно это доходит до автоматизма, и уже в танце вы по-другому руки не сможете расположить. Вот. Смотрите, теперь мы с вами разберем упражнение два. Ну, давайте три упражнения на сами кисти, на руки. Вы берете вашу руку, начинаете делать волнообразное движение. Прежде всего, обратите внимание, что мы локоть. Во второй позиции будет чуть-чуть ниже располагаться, да. Вот. Я не держу руку натянутой прямой, и она слегка согнута. Мое плечо опущено вниз. Плечи опущены вниз всегда. То есть, когда вы делаете руки здесь, здесь, поднимаете вверх ваши плечи, стараются опуститься вниз, и максимально, ну, как бы раскрываться, что ли. Вот. Итак, рука. Мы опускаем руку вниз, затем разворачиваем локтевой сустав вверх, следим за плечом, чтобы оно было, ну, более-менее внизу, и начинаем вести вверх. Теперь снова разворачиваем сустав вниз, и ведем вниз. И таким образом достигается волнообразное движение, которое наблюдается во всем болиданте. Обратите внимание, я чуть-чуть вот так вот сяду. Обратите внимание, что сначала у вас идет локоть, затем запястье, затем пальчики, кончики пальцев. И то же самое в обратном порядке. Локоть, запястье, кончики пальцев. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. На самом деле, это нужно начинать делать медленно, и постепенно вы увеличите скорость, но не стремитесь делать слишком быстро, потому что с увеличением темпа вы потеряете технику. И аналогичное движение мы делаем, естественно, и другой рукой. И теперь мы... Это первое, скажем так, упражнение. Вы можете делать ими это движение по очереди, да? Либо одновременно, либо увеличив амплитуду движения. Просто в данном видео я показываю его так, чтобы вам было видно, но вы можете делать это и опуская вниз до конца, и поднимая вверх до третьей позиции. В подготовительную позицию, да? И в третью позицию. Делайте так каждое ваше занятие. И поверьте мне, это запомнит ваше тело, и вы будете использовать эту технику в вашем танце. Вот. Кроме того, мы делаем движение, похожее движение, руками, но уже вперед направляя наши с вами руки. Вот. Мы расположили руки во второй позиции, и вперед двигаемся точно так же. Смотрите. Я разворачиваю локти вперед, тяну их, а за ними уже двигаются мои запястья и кончики пальцев. После чего я разворачиваю локтевой сустав наружу, веду туда запястье, и веду туда кончики пальцев. Плечи стараюсь держать внизу. Вперед и вовне. Вперед и вовне. Вперед и вовне. Вот. Очередуйте это, например, когда вы располагаете одну руку перед собой, другую руку наверху. И потом меняем через вторую позицию. Первая и третья. И раз, два, три, четыре. Придумайте какие-то свои собственные варианты исполнения. И помните, что когда вы держите руки во второй позиции, это наиболее часто используемая позиция, ну, короче, когда руки в стороне, наиболее часто используемая позиция в арабском танце, в восточном танце. Да, кто-то держит руки внизу, но чаще всего все-таки руки мы с вами привыкли держать вот здесь. Старайтесь держать их выше. Вам будет казаться, что вы держите их в стороне, но чаще всего, особенно поначалу, ваши руки оказываются вот где-то здесь. Вот. Это не очень хорошо смотрится. Можете использовать какие-то утяжелители на руки. Надеваете. И в течение вашей тренировки, в течение вашего занятия держите эти напульсники на руках, а потом снимаете и чувствуете легкость, как вам удобно двигать вашими руками. Большое спасибо за просмотр. С вами был Тамерлан, хореограф арабского танца. И если это видео вам было полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин